Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На момент прибытия, получается, крыша уже практически сгорела. Открытое пламя было вот две комнаты. Начинала загораться та половина. Значит, выгрузили помпы, рукава, переехали на пожарный водоем, протянули трассу, начали подавать с трассы. А у нас дополнительно ребята были, подавали с того водоема, получается, с песков, а мы подавали с деревни-одиночка. Погибший мужчина, значит, у нас, получается, без ноги инвалид. Незадолго до этого приезжали соцработники, был, мягко говоря, в нетрезвом состоянии. Не очень адекватный. Так что на момент пожара я даже не знаю. Врать не буду. А угроза тут была, как вы считаете, другим домам? Ну, в принципе, если бы ветер повернул, вот, допустим, сюда, в эту сторону, то есть на 180 градусов, да, вполне реальная угроза этим домам была. Значит, потом-то с этого пожара вы перекочевали на другой русский? В принципе, мы, как бы, проливка шла уже. Здесь был пожар локализован, шла проливка. Вот, и меня напарник отпустил на перерыв, скажем так, на полчаса я хотел уехать до дома. До дома я доехал, но перерыв у меня не получился, и поступил вызов на деревня Острова. Ну, сколько у меня, минут семь, наверное, ушло доехать до туда, оценить обстановку. Ну, как бы там уже люди собрались, и, в принципе, подручными средствами справлялись. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok